Вот я тебе скажу, все, что не делается, все делается к лучшему. Вот правда. Я, конечно, понимаю, что недельный перерыв – это упущенное время. Но и ты, наконец, отдохнешь, и Аня. Да уж, я-то отдохну, расслаблюсь. Завтра в Федерации на приеме. Что, порезалась? Что вы за семья такая с отцом? Не можете без травм ни на кухне, ни на тренировке. Да нет, сейчас. Покажи. Да нормально. Как маленькая. Кстати, о травмах. А Козырев улетел на операцию? Документы сейчас сделаю. Улетел. Меня все пытают, почему Измайлова опять в балет вернулась. А ты что? Приходится врать. То, что она меня не устраивает, как спортсменка. Не говорить же ему, что это из-за шантажа Золотарева. Слушай, эта Золотарева, это, конечно, еще та штука. Вот, просто не упустите своего. А что будет, если это все откроется? Вот, может, что будет. Мечта, дай волю, слезы проглотить. Любовь, дай силу мне до звезд подняться. А любовь, бесконечный полет, где под крыльями плавленный лед, где танцуют две смелые птицы. А любовь, нас по звездам ведет, и летай под крыльями лед, дай крыло, чтобы нам не разбиться. А любовь, нас по звездам ведет, и летай под крыльями лед, дай крыло, чтобы нам не разбиться. Ты в чем проблема? В Корабельниковой. Она в федерацию сообщила о травме. Знаешь, почему? Козырева тебя забыть не может. Да не в этом дело. Просто свидетелей травм было очень много. Ну, почти все видели. Она работу боится потерять. Ну, и на Европу хочет поехать. Так что я ее, в общем, понимаю. Все-таки, все тайное, однажды становится явным. Да. Золгав единожды, потом... Откуда деньги взялись на операцию Козырева, уже, по-моему, ни для кого не секрет. Один Ромка об этом ничего не знает. Пока. Ой. Не знает. Виталий Борисович, добрый день. Да. Да мы, собственно, ненадолго. Ответ ваш услышать хотим. Ну, как там наш вопрос порешался? А никак не порешался, ребятки. Все остается по-прежнему. Как это, Виталий Борисович? Да так. Я не могу не подчиниться постановлению. И вам помочь ничем не могу. А для себя, Виталий Борисович, для себя надо постараться. С твоими-то связями. А то выбор у тебя небольшой. А ты мне не тыкай. Понял? Ну, я сказал, разговор окончен. Я вас больше не смею задерживать. Ну, как знаешь. Ну, как знаешь. Ася, когда выходишь из Акселя, голову в круг. Я так и делаю. Нет, ты делаешь не так. Давай еще раз. Вот, правильно. Запомни. Здравствуйте. 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 Андрей Сергеевич, можно вам задать пару вопросов? Пару, пожалуйста. Ну, давайте. Так, начали. Скажите, пожалуйста, сейчас очень много говорят о вашем новом новаторском методе работы с вашими спортсменами. А о чем речь? Ну, например, о вашей восходящей звезде Асе Самсоновой. Ну, что это? Талантливая спортсменка, очень перспективная. И фундамент этой перспективности заложен Александром Петровичем Трофимовым. Или я ошибаюсь? Нет, вы не ошибаетесь. Все так и есть. Простите, но получается, что вы снимаете сливки с чужой работы. Почему с чужой? А сейчас, по-вашему, чем занимаюсь? Но Самсонова, которую вы увели у Трофимова, катается лучше ваших спортсменов. Или я не права? Нет, подождите, подождите. Что-то странное постановка вопросов. Что значит, я увел у Трофимова? Она что, по-вашему, корова, что ли? Тогда как вы объясните уход Самсоновой от Трофимова, прошу вас? Ну, это спортивная жизнь. Трофимов, без всякого сомнения, талантливый тренер, но жизнь есть жизнь. Странное решение вы не находите? Почему странное? Она так захотела, вот и все. Так, и последний вопрос. Так, давайте хватит с вопросами. Вы мешаете мне проводить тренировку. Спасибо. Хорошо, спасибо. Мы ждем появления одаренных, новых спортсменов, а главное, подготовленных. Ты все заснял? Да, все получилось. 15 дробь 49. Все, спасибо большое. До свидания. Ася, что это за твою лупу? Будешь все эти девочки, делаю чище. Все, не надо, давай. Все. Отдыхай. Да. А главное, Сережа, она же на полном серьезе заявляет, что я сознательно убиваю вашу память. Ну, придумала все. Чего себе придумала? Славик, сделай кофейку нам. Да. Хорошо. А главное, она считает, что я не хочу, чтобы вы на Европу попали. Ну, бред, Серег. Да она пройдет. Остынет и все пройдет. Сейчас кофейку выпьем ее, поедем к ней. Не-не-не, это плохая идея. Я лучше сам к ней поеду, проведу и все узнаю. Громоотвод ты наш. Привет. Привет, Макс. Можно присоединиться к вашей компании? Конечно. Ну, как, не скучно тебе на родине, Макс? Да некогда скучать, работаем. Угу, получается? Конечно. С Верой кататься одно удовольствие. Не мне тебе рассказывать. Ну, да, партнерша тебе досталась очень хорошая. Очень хорошая. Сереж, Сереж, не заводись. Партнерша и правда хорошая. Очень хочется, чтобы она наконец-то золотую медаль выиграла. С ее талантом. Она всю жизнь вторая была. Ну, ладно. Счастливо оставаться. Я как оттененький период к тебе наберу. Давай. Кофейку? Вот стеку. Ася, 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 на выходе. Вся в струнку. Нога напряженная. Да? Все. Давай еще раз. Молодец. Хорошо. Привет. Привет. Давно здесь? Да нет, только зашла. Не помешаю? Нет, ну что ты. Все в порядке. Как успехи у Аси? Успехи? Ты знаешь, Трофимова действительно классный тренер. Работать с сесси одно удовольствие. Я помню, когда тренировала доносников. Мам! У тебя что, выходной сегодня? Ай, правда. Заболталась я с вами, Андрей Сергеевич. А мне на работу давно пора. До свидания. До свидания. Я бродил вдоль Невы, тихо белая ночь рядом шла. Ты меня за собой в царство мраморных лиц завела. Я вошел в летний сад. И увидел в ночной тишине... Корниву идти собираешься? Интересно, есть хоть один человек в этом дворце, который не знает, что меня вызывают на кольцо? Я не знаю. Послушай, я не навязываюсь к тебе ни со своими мыслями, ни с сочувствием. Уже хорошо. И что дальше? Когда плохо, лучше с кем-нибудь поговорить. И многие вещи тогда понятнее становятся. То есть ты здесь в качестве психоаналитика? Что ж, давай. Общаемся. Можно и так. Если тебе так больше нравится. Вася, ты одна? Слушай, это, может, в кафе сходим? Посидим, кофе попьем, поболтаем. В кафе приглашаете? Ну, нам же нужно узнать друг друга поближе. Ясно. А что тебя смущает? Ничего. Просто, когда люди узнают друг друга поближе, они обычно разочаровываются. Ну, и все-таки поговорить-то надо. Вот мне, например, интересно, почему ты ушла от Трофимова. А это вам зачем? Ну, чтобы не наступить на те же грабли. Не волнуйся, не наступите. Я прослежу. Ну, и все-таки, мне с ним-то как-то надо выстраивать отношения. Выстраивайте их на профессиональной основе. Ну, хорошо, к конькам это имеет отношение. К спорту это не имеет никакого отношения. Довольны? Ох, и характер у тебя. Какой? Спортивный. Как у мамы. Вот, кстати, почему ты выгнал ее с тренировки? Это уже наше личное дело. Понятно. Здравствуйте, Андрей Сергеевич. Прошу, просиди. До свидания. Ну, как же так? Ну, это же спорт. Тут без травм никак не бывает. Не мне тебе рассказывать. А кто какой спортсмен? Это нужно по результатам смотреть. А не сплетни собирать. Ну, начальству тоже надо как-то деньги отрабатывать. Представлю, что мне сейчас туда идти. Прям трясти начинает. Дыши глубже. Все будет хорошо. Да. Закрой глаза. Дыши глубже и представляй, как ты программу катаешь. Ты правда так делаешь, когда волнуешься? Ну, да. Мне еще отец учил давно. А вот и тренинг называется. Ты тоже так делаешь? Да. Глаза закроешь и представляешь, как коньки режут лед. Я тоже так представляю. Я тоже. Ну, ладно, мне пора. Может, сходим вечером куда-нибудь? Развеешься? До вечера еще нужно дожить. Сударынь, вы не понимаете, от чего вы отказываетесь? Неужели? Перед вами Самый лучший в мире кавалер. Да, ну? В самом полном рассвете сил. Неужели? Ладно, спасибо тебе, Макс. Мне правда нужно идти, меня в федерации ждут. Ну, ладно, хорошо. Подожди. Запомни. Ты очень красивая женщина, порядочный человек и замечательный тренер. Спасибо. А если кто этого не понимает, то это его проблемы. Пойдем. Субтитры сделал DimaTorzok Проходи. Я тебе витаминчики принес. Сплошная польза. От конфет, конечно, пользы никакой, но в жизни они тебе подсластят. Спасибо. Как нога? Завтра я поеду к врачу, к Виктору Ивановичу. Он и скажет. Угу. Ну, хорошо. Ну, а как настроение? В целом так? Ну, какое же тут настроение? Все на Трофимова злишься. Злюсь не зли. В тебе какая разница? Ну, как какая разница? Да не в ней дело. Просто, знаешь, я думаю, что Наташка неграмотный тренер. Вот и все. Чтобы Наташка была неграмотным тренером, мы бы с тобой третье место на России не заняли. Вот скажи, зачем она взяла эту Измайлову, а? Может, она талантливая девочка? Господи, да хоть гениально. Хотя это и не так. Могла бы ее взять после чемпионата? Если мы действительно претендуем на золото, так надо только нами заниматься. Она думала, что со всеми управится. Да ничего она не думала. Тем более, что эта Измайлова к ней просто по блату пришла, а у Наташки не хватило характера ей отказать. Конечно, я нервничаю. Конечно, я переживаю. Тем более, что Наташка сама создает такую нервозную обстановку. И не будет у нас с ней никаких результатов. Никогда не будет. Ой, Анька, договоришься ты. А если ее сейчас увольняют, тебе легче будет? Как увольняют? Все может быть. Что-нибудь еще, Игорь Борисович? Нет. Спасибо. Если можно, не беспокоить. Хорошо. Приятно вас видеть в новом, так сказать, образе, Наталья Александровна. Спасибо за комплименты. К сожалению, вызвал я вас не за тем, чтобы комплименты говорить. Я догадываюсь, зачем. Не могли бы вы мне прокомментировать информацию о травме Берковской? Прокомментировать? Ну что ж, травмы – неотъемлемая часть спорта, Игорь Борисович. Оставьте иронию при себе, пожалуйста. Мы уже говорили, что пара Берковская-Братцев является нашей главной надеждой на золотые медали чемпионата. Надежда страны, можно сказать. Я делаю все, что от меня зависит. Ну, к сожалению, со стороны этой ситуации выглядит иначе. Ваши действия ставят под сомнение даже саму возможность их выступления. А в чем моя вина? В том, что мой спортсмен не справился ни с самым сложным элементом программы, в этом моя вина? Возможно, я не прав. Но почему-то все спортсмены, которых вы тренируете, получают травмы. Сначала Козырев, теперь Берковская. Но это совершенно разные ситуации. И они никак не связаны. Да отчего же. А я думаю, что это связано с квалификацией тренера. Точнее сказать, отсутствием у вас достаточной квалификации. То есть вы хотите сказать… Я хочу сказать, что в мои обязанности входят достойные выступления сборной страны на крупнейших международных соревнованиях. Я это прекрасно понимаю. Ну, вот и хорошо. Поэтому, если травмы спортсменов продолжатся, или вы совершите иные просчеты, или ошибки, я отстраню вас от тренировок. В общем, все это домыслы. Уволят, не уволят. Ждем везти из коридоров власти. Если Наташку снимут, значит, так тому и быть. Все, что не делается, все к лучшему. Но ведь глупость, Аня. Тренеры приходят и уходят. А катаемся и мы с тобой. За это и медали получаем. Ну да, если получаем. Значит, надо работать. В общем, знаешь, я завтра приду на тренировку. Как это приду? У тебя нога. Чемпионат на носу. Ты что, вообще хочешь Трофимову похоронить? Она опять будет виновата. Ну что ж. Значит, это будет ее проблема. Тренер не нашел общего языка со спортсменом. У тебя совесть есть, Берковская? Ты лучше у нее об этом спроси. Я вообще не понимаю, почему она тренирует? Ты же ее папу устроил. Если бы не папа, скажи, она была бы тренером сборной? Да не смеши меня. Но ведь она хороший тренер. Хватит об этом. Лучше о себе подумай. Нам с тобой тренироваться надо. Наташка пусть расхлебывает то, что заварила. Каждому свое. В общем, завтра я приду на тренировку. Я всесторонне проанализирую тренировочный процесс. Если будет необходимо, внесу дополнительные коррективы. Если с моей стороны были допущены ошибки, я сделаю выводы. Все в ваших руках. Тем более у вас есть к кому обратиться с заквалифицированной помощью. Хочу напомнить вам, что я создала пару Берковской братцев без чьей-либо помощи. И именно под моим руководством они стали призерами чемпионата России. Верно. И что? То, что наша программа очень даже может рассчитывать на медали. И было бы неправильно ни со спортивной, ни с человеческой точки зрения отбирать у меня пару. Сейчас в шаге от чемпионата. Я делала, делаю и буду делать все, что от меня зависит, чтобы моя пара... Александровна, вы поймите меня. Да, мне кажется, я вас прекрасно поняла. Но пока мне не в чем себя упрекнуть. Я убеждена, что работаю правильно. Ну что ж, мое решение вы знаете. Больше предупреждений и воспитательных бесед не будет. Будут действия. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Продолжение следует... Продолжение следует...